Это не сон. На Дерибасовской Иосиф и Дева Мария с ослом. Царь Ирод, пастухи, волхвы и римские легионеры. Костюмированное шествие устроили, чтобы пригласить одесситов на реконструкцию Рождества Христова и ярмарку в сквере имени Гамова. Это будет реконструкция рождественского Вифлеема. Мы хотим показать людям, как родился Христос. Организаторы обещают воссоздать Вифлеем. Главное действие развернется в Вертепе. В Клеву состоится само таинство рождения Христа. Всего участниками реконструкции станут несколько сотен волонтеров. Николаю Тикменджи досталась важная, но не очень приятная роль. Он царь Ирод. Команда волонтеров готовилась к реконструкции несколько месяцев. На костюмы пошли сотни метров ткани. Наряды участники шили себе сами. Я изображаю римского воина, который был в те времена, во времена Вифлеема. Это начало первого века. И также на празднике рождественской ярмарки будет такой сектор, как римские воины. То есть это будут люди вот в таких вот доспехах, которые будут показывать быт тех людей, как жили римские воины, что они делали именно в то время. Воссоздание рождественского Вифлеема пройдет одновременно с народной рождественской ярмаркой, с музыкой, угощениями и развлечениями для детей. Будет очень веселый праздник. Будет очень много костюмированных людей, переодетых в эпоху рождения Иисуса Христа. Будут для детей большие развлечения, конкурсы, подарки, очень интересные призы. Все абсолютно бесплатно. Ни за вход на ярмарку, ни за угощения денег в сквере Гамова не возьмут. А начнется все 4 января.